Под яблоней. Здесь желтенькая цветет такая, крупная. Так. Ну и здесь, сейчас солнышко село, хочу показать вам курильский чай какой. Поглядите, какие цветочки у нее. Очень шикарные цветочки, такой окрас красивый. Вообще, вот я про нее говорила, что когда солнце ярко светит, она меняет цвет. У нее цветочки лимонного цвета получаются. А сейчас весной и осенью у нее вот такую. Вот такие у меня Анютины глазки. Ну-то, Аню-то. Красавицы какие. И здесь вот, поглядите, всякие разные. Всякие разные. Ну, здесь, похоже, опять ничего не будет. Бродендроны в этом. Так, здесь мы ничего не прибирали, не убирали. Но я думаю, что семена... Я попробую потом, пока лежат они. Цвели они очень долго. И я думаю, что семена будут рубить. А там видно будет, что почем. Здесь вот такая хризантемка. Выкапывать не буду опять их. Что будет? Ой. И я там в камере. Поглядите, какие шары. Юль, это я тебе показываю. Шарики твои любимые. Вот если бы рассвел весь куст, какая была бы красота. Ну, вот этот вот уже рассветает. Шар. И если честно говоря, я думаю, что их не надо выкапывать. Я их выкапывала, они очень плохо росли. И если бы весна была у нас нормальная, они бы раньше вышли, считай, на месяц. И было бы все нормально. А они вышли, считай, где-то в середине июня только вышли. вылезли. А еще проблемы с водой были. Я их вообще не поливала. Мне не до них было. Вот. И вот так вот. Так. Как бы встать-то. Чтоб меня не видно было в камере. Вот. Ну, надеюсь, что, может быть, и эти увидим. Хризантемки. Так. Ну, здесь вот так смотрится. Ну, здесь уже полностью убран весь. Остались вот некоторые дельфиниум, рудбеки, это эхиноцею потом обстригу, дельфиниумы обстригу, хризантемы, флоксы. И все. И здесь уже все готово. Ну, и вот будлею выкопаем. А так здесь все готово. Розы подстригать не буду. Так и пойдут они под зиму, розы. Хочу так попробовать. Так. Что еще хотела показать? С другой стороны хризантемы. Здесь вот шарик этот. Да, конечно, смотрятся они шикарно. Я с тобой, Юль, соглашусь. Смотрятся они вообще красиво. Особенно, когда цветущие. Но выкапывать я не хочу. Мне некуда ставить их. Места уже нету. В погребе. Что будет? Ну, а так красота. Красота. И вот они. Оранжевые. Такие рыженькие. Солнышки. Красота. И там он шарик. Не знаю даже, какого цвета будет он. Так. Здесь как-то пройти, чтобы не на что не наступить. Гелениум тоже не боится никаких заморозков. Я потом еще посмотрю. Так. У меня получается три сорта гелениума. И я думаю, что нормально хватит. Здесь вот так смотрится. Вот. Хорисонтенка. Цветет. Так. Это у меня ракокошечка. Ну, это, наверное, простая такая. Я вот думаю, все равно и заморозки прошли, и все, и уже сколько замерзло всего. А сад смотрится. Еще прекрасно смотрится сад. И вот этот Жень, снежный ягодник, он очень красиво смотрится. У него веточки такие каскадом прям свисают. Но опять же, я не знаю, может, ему место нравится или что, или что. Но мне давала соседка. У соседки совсем по-другому. Он у нее в паутине сидит, и веточки у нее, у него не свисают, вот так, как здесь. А он у меня сидит, считай, в шлаке. Там шлак. Ну, я, конечно, чернозем все добавляла. Но шлак все равно чернозем съедает. Ну, вот так вот и смотрится. Ему хватает и солнца, и тенью. Вот такая красота. Но барбарисы и гехеры это что-то. Это вообще красота. У них такие краски. Посмотрите, сейчас вот солнца нету. Посмотрите, какие краски, какой барбарис. Посмотрите. это же просто супер. Окрас такой. И красенькие листики у него, и черные, и всякие разные. Ну, и вот гехеры. Гехеры саду придает очень красивый окрас. Они не боятся заморозков. Уходят они под зиму такие, и снег, когда сходит, они самые первые выходят. Конечно, хиленькие, чахленькие, но очень прекрасные. Быстро восстанавливаются, и все. И все прекрасно. Вейгела у меня замерзла. Листики подмерзли. Так, и вот здесь вот. Сейчас солнышка нету. Хочу показать вам, какие гехеры. где солнышко село уже. Все. Вот. Такие. Какой окрас красивый. Гехеры я еще буду покупать. Попадутся другие цвета. Я обязательно их куплю. Розочка цветет. И вот у меня хвойный микс. Поглядите, какой интересный хвойный микс. Вообще, не знаю, что это за такое. Ну, очень красивое растение. Так смотрится оно, интересно. Ну, вот, не знаю, перезимует или нет. Будем смотреть. Будем смотреть. Здесь вот такая гехера. Но они разные гехера. Вот такая красота. Ну, туда не пойдем. Здесь вот так вот смотрится и вот гехера. здесь вот. здесь вот. Ну, конечно, уже вид совсем другой. Все-таки осень, октябрь на дворе. Но смотрится еще красивым. И вот флоксы однолетние. Поглядите, какая красота. Я раньше садила флоксы, но в этом году вот у меня только два сорта было флоксов. И то, и этот самосевом. Потому что в прошлом году были флоксы здесь. Буду садить флоксы. Роза, 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 роза. Дочь навоза. цветет шиловидный флокс. И хочу еще показать вам так. Здесь и вот такая кустарниковая лобчатка. И вот примуку какую. вот такая красота. Ну и все. Будем прощаться. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей теплой погоды. Всего доброго и до свидания. Встретимся на моем канале. Пока-пока.